Всем добрый вечер! Мы продолжаем разбор книги Рава Шерке «Душа Летела». Я напомню, где мы находимся. Мы изучаем тему свободы выбора. И вначале мы прочитали о том, что в современной науке философии давлеют концепции о том, что свободы выбора нет. Рав Шерке нам объяснил, что есть, например, астрология, которая говорит, что звезды определяют характер человека, события с этим человеком, которые произойдут. В итоге получается, что им управляют звезды. Есть наука биология, которая утверждает, что у человека есть определенные свойства ДНК, которые он получает от своих родителей. И, соответственно, это тоже все в него встроено. И свободы выбора у него в итоге нет. Потом была марксистская социология, которая считает, что все определяется классом экономическим, в котором человек родился. И исходя из своего экономического положения, он действует так, как он вынужден. И таким образом получается, что все науки, наука философии, в общем, все кроме Тора. Все рисует такую детерминистскую картину, по которой получается, что свободы нет. Тора же, в отличие от этого, нам изначально, да, говорит, что свобода выбора есть. Да, там даются заповеди, которые человек может исполнить, может нарушить. Да, Тора говорит, что Всевышний кладет руку человека на правильный выбор. Да, я положил перед тобой сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Выбери жизнь. То есть такая декларация Тора в том, что человек свободен, да, душа его свободна. Вот. Но это входит в противоречие с тем, что знание Всевышнего безграничное, что Всевышний все знает, и тогда непонятно, да, если человек, например, там поднял правую руку, да, знал ли Всевышний, что он ее поднимет или нет. То есть это вступает в противоречие. И мы читали о том, как разные еврейские мудрецы решают это противоречие. Сначала было мнение Ральбага, да, который считает, что есть такие вещи, которые, в принципе, не подлежат знанию. Да, это как раз вот то, что подлежит выбору, оно знанию не подлежит. Поэтому нет ничего плохого, да, и недостойного Творца в том, чтобы сказать, что он может что-то не знать, поскольку есть такие вещи, которые, в принципе, не подлежат знанию, да, которые подлежат свободе. Его опровергает Раф Хаздай Крескос, да, который говорит, что нехорошо так говорить про Творца, что он может что-то не знать. И на самом деле Творец все знает, а вот эта свобода выбора, которую мы ощущаем, она существует только в наших ощущениях, то есть только с нашей стороны. То есть это получается иллюзия, да, то, что нам кажется, что у нас есть свобода выбора. И вот следующее мнение Рабейну Ицхака Барбанель. Да, мы читаем в этом курсе на еврите, сразу же переводим, вместе обсуждаем. Если что-то непонятно, можно перебивать, потому что наша задача вместе прочитать и понять текст Рава Шерки. Итак, третье мнение Рабейну Ицхака Барбанель, который, в свою очередь, опровергает Рава Хаздай Крескоса. Рав Ицхака Барбанель Катавальках. Он пишет об этом. Средневековый еврит, мне сложно его перевести, но дальше Рав объяснит это на простом языке. То есть Рав Хаздай Крескос хотел избежать Кфиры Ральбага. Кфира – это, как сказать, в общем, по его мнению… Верие, отрицание… Я забыла сейчас тоже. Ну, отрицание веры, как бы ересь, неверие… Было слово, я отступничество. Отступничество. Да, но он, может, на начало фразы, оно более-менее понятно, что он очень испугался. Испугался очень, когда он увидел это, то, что пишет Рав Хаздай Крескос. И поэтому он хотел отстраниться, убежать от этой страшности. Рав Абарбанель хотел убежать как от огня, от этой Кфиры, да? Да, да, да. А, ага, ага. Да, то есть вот Рабейну Абарбанель называют Кфирой. То есть вот этим отступничеством, то, что, по мнению Рава Хаздай Крескоса, у человека нет выбора. Это иллюзия, да. Да, видит в этом что-то, как бы, недостойное, да, что человек якобы не дал человеку… Это основа веры, как бы, с его точки зрения, я думаю. Основа иудаизма. То есть если у человека нет свободы выбора, вообще непонятно, что происходит в мире, чего он создан. Все, как бы, исчезает человеку какое-то назначение в мире, непонятно, зачем мне, если у меня нет свободы выбора. Да, то есть… А можно сказать, что если нет свободы выбора, это, как бы, демотивирует, не хочется стараться что-то делать, как бы… Это тоже, я думаю. Да, да, то есть это отрицает позиции, что свобода выбора – это иллюзия, она отрицает прямой смысл Торы, отрицает основы веры, да, но Рав Хаздай Крескос как-то с этим жил, да. Да, и так, значит, он хотел избежать вот этой кферы, в анафале кфера, в гору Амимена, и впал в еще большую кферу, да, это уже Рав Шерки так утверждает. Рацали Ацерт. Он хотел избежать кферу, который говорил Радбак, который говорил, что, да, что Бог может что-то не знать, а сам попал в еще большую кферу, да? А, да-да-да, точно, это я вас запутал, значит, Рав Хаздай Крескос отрицал, что Бог может что-то не знать, но при этом он, отрицая это, впал еще в большую кферу, сказав, что у человека нет свободы выбора. Рацали Ацилита Едиа, он хотел спасти знания Всевышнего, ах, пага, бобхера, но нанес ущерб выбору, да, то есть он сказал, что… Усиливая, как бы, момент знания Всевышнего, он сделал его настолько абсолютным, что свобода выбора человека исчезла, да, вот в его позиции, да, что является еще большей кферой, по мнению Рава Шерки. И поэтому устанавливает Рабейна Барбанель, что нужно вернуться к словам Рамбама в этой трудности, да, и теперь мы… Прочитаем мнение Рамбама, да, тут очень большой такой отрывок, и я передаю микрофон на Хаме. Хорошо. Позиция Рамбама. Когда Майманит доходит до вопроса знания и выбора в своем предисловии к трактату Авод, это, как мы знаем, его сечение, которое называется Шмана Праким, то есть 8 глав. И там он как бы занимается основами, духовными основами, на которых дальше опирается трактат Авод, который занимается духовными вещами, а не главами. Поэтому слушай меня, что я тебе говорю, и пойми это очень. Поскольку это истинно, есть несколько сомнений. Рамбам Майманит подчеркивает, что в его словах есть базовое направление мыслей. И это направление, оно спасает, как бы, позволяет человека из тех недостатков, которые существуют в других подходах. И давайте посмотрим на слова Майманита, которые он приводит в законах раскаяния. Да, что девчонка, да, шесть лет, шесть лет, шесть лет, шесть лет. Знаю, что ответ на этот вопрос, она длиннее, чем земля и шире море. И очень много, несколько важных принципов и высоких гор, как бы, важных принципов, я думаю, имеется в виду, зависит от нее. Но ты должен знать и понять ту вещь, о которой я тебе говорю. Я уже разъяснял во второй главе законов основ тары, что всевышний, а знание его, оно не таково в отношении того, что не его, как бы. Оно не похоже на знание человека. Поскольку у человека он сам, и его знания, это две разные вещи. Однако он сам, всевышний, возлизит с его имя, и его знания, это одно единое, одно и то же. И знание человека не в состоянии постичь сути этого. И поскольку это так, у нас нет сил узнать, каким образом знает Всевышний всех сотворенных и всех дел. Но мы знаем, без всякого сомнения, что дело человека находится в руках человека. Его Всевышний не тянет и его не принуждает поступать. Можно понять из этого, что, по мнению Мемонида, этот вопрос настолько глубок, что мы не можем просто вообще дать ответ на него. Так же, по мнению Мемонида, этот вопрос, который писал, что он начал отвечать на вопрос и не закончил. Не принято, как бы, у мудрецов поступать так, что человек обычно не начинает какую-то вещь, которую он не знает, как ее закончить. А он задал этот вопрос, определил сложность, и так и оставил эту сложность на месте, он ее не разрезал. Лучше было бы ему оставить вообще этот вопрос в простоте своей. Чтобы не возбуждать мысли или сердца людей и оставить их потом в сомнении. И, может быть, в какой-то часть придет в сердце размышление об этом. Клюма. Рамбам и цикши ла философит. А именно, Равшер объясняет более простым языком слова Равина, что Рамбам задал философский вопрос и не ответил в него. Есть опасение, что из-за этого люди придут к определенным сомнениям, и это их будет беспокоить. Однако, если мы детально рассмотрим слова Маймонида в этой самой Галахе, в этом отрывке, скажем так, потому что там, в скобках я скажу, что это все сочинения, это Яда Хадака, Мишне Тора, его маленькие отрывки, они называются Аллахом. Обычно это так, действительно, потому что это галахическое сечение, но в данном случае это как бы более философское, тем не менее, это называется Аллахом. Ясно совершенно, что Маймонида кидал ответ на вопрос. Из его слов следует, что нет необходимости вообще искать ответ на этот вопрос. И к глубоким вопросам можно отнестись двумя разными способами. Один из подходов, это сказать, это хороший вопрос. И потом проверить, можем ли мы ответить на этот вопрос или нет. Другой подход, это сказать, Вопрос, так как он задан, вообще не может называться вопросом. Если, например, человек спросит, Апельсин, он горький или сладкий? Это правильный вопрос. И можно искать ответ. А если он спросит, будет ли свет лампы горьким или сладким? Это не вопрос. Это не вопрос. Это не вопрос. Это не вопрос. Поскольку сладкий и горечь, это определение вкуса. А определение света относится к области зрения. То же самое относится к вопросу знания и выбора. Аравит понял, что рампан кибель от ашила вело и шиване. Аравит понял так, что майманин принял этот вопрос, но не ответил на него. Но из слов майманин, понятно, что он приходит для того, чтобы ликвидировать вопрос, отрицать возможность вопроса. Невозможно спрашивать, отрицать ли свободу выбора знания Всевышнего. Просто потому что человек не может знать, что такое знание Всевышнего. Манайд, который использовал сна российского- TEA, такой жил без мокслики Метапозиции. Он там утверждал, что знание богов существует вместе с самим богом и не является добавлением знания. Так, как человек не может осознать, постичь суть бога, скажем так. В точно той же степени он не может постичь сущности его знания. Поэтому невозможно предполагать, что вообще возможны противоречия между этим и свободой выбора. Можно остановиться, если есть вопросы? Ну, то есть, пытаясь понять вот это противоречие, мы пытаемся понять знание Всевышнего аналогично своему знанию. Это совершенно неверно. То есть, знание Всевышнего настолько высоко и так же непрестижимо, как сам Всевышний. Поэтому, в принципе, мы идем неправильным путем, поскольку мы мыслим по аналогиям. И когда мы как-то предполагаем, что у Всевышнего такое же знание, как у нас, просто более большое, широкое, глубокое, и у нас ничего не сходится. На самом деле, мы просто не можем его постичь. Поэтому, в принципе, сам ход мыслей неверен в этом направлении. Вот я как-то так понял. Совершенно верно, конечно. Но есть вот еще одно важное утверждение, которое в данном случае пока не развернуто и не объяснено. Тем не менее, оно важно, я думаю. То, что и Всевышние, и его знания едины. Что ты не можешь их разделить. Это в данном контексте, я думаю, важно. Потому что именно то, что человек отделен от своего знания. То есть знание можно поставить отдельно от человека и анализировать его в отношении свободы выбора кого-то другого. Это как бы создает вопрос. А когда это неотторжимо от Всевышнего, то тогда, поскольку это часть всего, ты не можешь его анализировать отдельно от него. Есть вопрос, как можно отделить знания от человека. Может же быть человек, у которого все забыл, допустим, заболел или молния ударила, и он ничего не помнит. Например, память, знания свои. Но при этом он продолжает оставаться человеком, делает какой-то выбор, начинает получать новые знания. Чего нельзя сказать о Всевышнем, поскольку он не делится на составляющие. Он един со своим знанием, со своими свойствами и так далее. Очень правильно. Я хотел сказать именно то свойство, что мы можем анализировать знание какое-то в отдельности от личности. Я высказал какую-то идею, я высказал какое-то предсказание, я знаю что-то, и я могу это передать другому, это знание. То есть иногда знание мое, оно как бы у него, оно не обязательно прикреплено к моей личности, это не я сама, я ему могу передавать одного к другому. Это знание, оно поддается анализу. Действительно, когда я начинаю анализировать, я говорю, как бы, вот, было такое предсказание. Это значит, что про такого-то человека, что он завтра предаст меня. Не будем, так мне попалось в голове. Аналогия, конечно, не из нашей литературы. Как это можно, может быть, человек же есть свобода воли, да? Как ты мог это, если ты знаешь заранее, все предсказано, все просчитано, там, какой-то грандиозный ВМ, даже не обязательно личность и человека, все просчитано. И тогда она точно скажет, что ты завтра станешь предателем, не дай бог. То есть, это знание, как бы, оно в отдельности от человека, и поэтому, действительно, тут возникает проблема. Но знание Всевышнего совершенно на это не похоже, это часть его, это он сам, собственно, поэтому тут проблема так и не возникает. Мы не можем его анализировать и вставить в уравнение, из которого вытекает несовместимость его со свободой воли. Вот такое у меня ощущение. Если я понятно объяснила? Что, что я хотела сказать? По-моему, да, очень хорошо. Все молчат, наверное. Идем дальше. Лимашаль. Да, понятно. Лимашаль. Им Исраэль. Ишалу. Нет, нет, вы вот это еще. А, я просто не обратила внимание, что ты прокрутили. Нимар зод ахэрит. Скажем, это в другой форме. Ладатарамбов. Коль хэгид ол махутол шээллухо. Эну ехол льют хэгэд хьюви. По мнению Маймани, да, всякое высказывание о сущности Бога не может быть позитивным. Мишум шээаз, но цээрит маэхэд ашваа бээна элуха у бээна элла. Поскольку это создает некоторую систему сравнений между Богом и между миром. Поэтому все описания, которые мы описываем Творца, это негативные описания. Мы отрицаем в Боге всякие недостатки. Или мелкости, которые мы находим в мире. Но, по-видимому, также следовало отрицать его, наоборот, высокие какие-то определения. Шэав хэн хито тав бэяхаз элла. Поскольку и они тоже мелкие по сравнению с ним. Или шээтира алашон эйнушин. Это шимуш бэтеарэй шэм. Но все-таки в человеческом языке было разрешено пользоваться хвалебными определениями. Для того, чтобы человек мог служить Всевышнему. Служение, собственно, в молитвах. Чтобы как-то его к нему обратить. Я на тебя говорю. Чтобы ты мог как-то выразить свои чувства к нему, обратиться к нему. Такое у меня ощущение. Вот эти хвалы, которые мы говорим в молитвах, да, они необходимы для того, чтобы иметь какой-то контакт. Но нужно не забывать о том, что они, конечно, ни в какое сравнение не входят с настоящими его свойствами. И в Талмуде есть такое место, но, вы знаете, я просто не помню конкретно. Человек, который вышел молиться как представитель общины, это рассказывает Талмудам такую историю, он произносит в одном из благословений «Акэля гадо гиборо нора». Это цитата из пророков, из Тары. «А Бог – великий, могущественный и грозный». А человек, который вышел молиться, он еще добавил какие-то прекрасные смыслы. Я не помню точно, это я признаюсь, я точно цитата не помню. Но он добавил еще какие-то дополнительные его восхваления. И тут ему, может, тоже не помню, какой-то крупный раб сказал, «Ну, ты все уже сказал, больше тебе нечего добавить про Всевышнего». То есть это было крайне неправильное действие, потому что одно дело, ты цитируешь Тару, данные там определения, ты используешь это для молитвы. А другое дело, ты решаешь дать еще десятки определений, и все они как бы… Есть тут как бы попытка определить Всевышнего, перечислить все его достоинства и возвышенности. И это попытка забраковывать, но потому что это само по себе невозможно и недостойно этого действия. Потому что иначе возникает ощущение, что ты пытался действительно его определить или, так сказать, определить ему меру. То есть человек думал, что умножив количество вот этих похвал, он больше возвеличит Всевышнего, а получилось наоборот, что… Да, Лена, в этом месте восхваления нельзя добавлять, это правда. Есть в молитве места, где ты можешь что-то от себя добавить, там специально отведено место, где ты можешь добавлять просьбы. Может быть, когда-нибудь еще какие-то можно… Во время Хануки, Пурима наши мудрецы тоже добавили что-то в молитвы, там, в соответствующие дни. Но, в принципе, мы сейчас говорим о конкретной вещи, а об определениях Бога добавлять нельзя. Именно поэтому, что возникает ощущение, что ты сейчас все перескажешь, все его достоинства. А на самом деле это все так мелко по сравнению с ним, что это не стоит вообще в этом говорить. Но для того, чтобы мы могли молиться, мы могли выразить свои чувства, нам допустим. Поэтому мы можем точно установить, что, конечно, все известно Всевышнему. Поскольку у нас есть негативное описание, что нет вещей, которые неизвестны ему, ускользают от него. При этом, при всем, о чем мы сейчас говорим, мы не можем понять высказывание, творец знает. То есть мы можем говорить и можем понять, что нет вещей, которые он не знает. Но мы не можем сказать, что он знает. Почему? Невозможно употреблять понятие идея в идее, то есть знание и не знание, в отношении того, кто выше понятия знания и незнания. Это, в принципе, такой подход мимонии, что даже те позитивные описания Всевышнего, которые мы укрепляем, на самом деле, это скрытые негативные описания. Мы знаем, что он не слаб, поэтому мы говорим, что он сильный. Но на самом деле это неправильно. Это его не определяет. То есть мы можем сказать, что нет ничего, что он не знает, но при этом не можем сказать, что он знает. Да. Потому что при этом мы так обыделяем его сущность, знание, которое ему принадлежит. Такое у меня ощущение. А вот нет ничего, что скользает от него, мы в отношении его вообще ничего не знаем, не понимаем. Но мы определяем некоторые свойства мира, что в мире нет ничего, что бы не было ему неизвестно. А, то есть это, говоря, что нет ничего, что бы он не знал, мы говорим о мире фактически, а не о нем. Потому что о нем мы на самом деле ничего сказать не можем. То есть когда мы говорим, что он все знает, это очень неверное высказание с точки зрения Маймонида, потому что у него смысл. Потому что мы не знаем, что такое его знание. Но про мир мы можем сказать, что в нем все... Есть ничего, что я не знал. Хорошо. Например, если он хочет быть в родственном мемешала, например, если он спросил у ребенка, ты бы хотел бы быть в городе правительство. Он говорит, что он говорит, что он в родственном мемешала, он шел в родственном мемешала, он тогда подумает. И спросят, играют ли в шарики в доме главы правительства. Это критерий, в соответствии с которым он будет решать, взвешивать этот вопрос. И это понятно, что это неверный критерий, но это уровень его понимания. И то же самое, это разговор о знании и незнании Бога. Оно только указывает на огромное расстояние до него. Поскольку понятия человека, они ограничены по отношению к бесконечности. Когда человек что-то говорит в отношении Бога, он должен, в смысле, ограниченную ответственность. Равон Мукбаль, как здесь приводится, конечно, ответственность. Известный спор, если Бог или его нету, это на самом деле мелкий спор. Поскольку божественность невозможно впихнуть в понятие «есть или нет». Точно так же, как нельзя сказать у Всевышнего, что он сладок или горек. Также нельзя нам сказать, что он есть и что его нет. В регионе, когда человек говорит, что он думает, что есть Бог, он немедленно возбуждает неприятие у другого человека. Который ощущает, что это предложение неверно. Получается, что атеисты намного лучше ощущают, когда им говорят, что Бог есть, и у них есть какое-то внутреннее чувство, что это какое-то принижение, что им говорят о чем-то ограниченном. Наверное, тут, я думаю, Равшерке судит то, что называется Ликавску, их с позитивной стороны. Я думаю, что это у всех в каком-то смысле, когда даже тот, кто говорит, что Бог есть, он понимает, что он говорит, что это не совсем верно. Тем не менее, когда тот, кто говорит, что Бога нет, он тоже говорит, что это не совсем верно. Поэтому, с двух сторон, на самом деле, утверждение не совсем верно. Как это не совсем верно? Как это сопоставляется с 13 принципами Рамбама? Ну, Рамбам тоже так скажет, что Еш, Рейн. Как он? Как раз есть это положительное определение, которое отрицает Рамбам. Да, да. Нет, подожди, а как сейчас? Игдали. Сейчас посмотрим. Надо посмотреть, да, формулировки. Хотите, я посмотрю? Сейчас. Да, если это просто. Ну, это возьмем минуту, наверное. Это в Сидоре есть. Шинот. Дурим. Игда Аль-Аваким Хай Виш Табаку. Как начинается? Это, вообще говоря, что это очень адекватное, как бы, стихотворное изложение «13 принципов», но считается одной из самых открытых. Велик, Всевышний, жив и восхвален. Он немца. Он есть. Не сказано, что… И нет времени, в котором он находится. Рамбам не говорит. Это главное значит, что он есть. Ну, в общем, как бы, можно сейчас еще открыть начало «Ильхот де Оот», посмотреть, что он там пишет. Но я не думаю, что мы будем подлавливать Маймонида на том, что он внутренних противоречий. Он как раз действительно считает, что позитивные определения – они неверные. Рафширки того идут в таком смысле, может быть, до сегодня, до дискурса, который происходит сегодня. Интересно все-таки, что Маймонида пользуется не словом «ешь есть», а словом «не лица находится», но предполагает другого, предполагает того, кто ищет, для кого он находится. И получается, что вот это определение, оно уже относительно другого, относительно того, кто о нем говорит. Вот, а про него самого, в общем-то, нельзя сказать, да, вот это есть или нет. Да, 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 совершенно верно, интересно, да. Ну, на самом деле, я нашел в Зуаре… Это очень сложно. Есть некая единая причина, которая является причиной всего сущего, от небес до земли и так далее. То есть, опять же, не в тех формировках. Ну, мацуй, да, это тоже, опять же. Ну, в общем, термины другие. То, рая Кук мазбел в мкамот рабим, שזה год твапкеда гейкар шигав акцира. Во многих местах Раб Кук объясняет, что это главная задача отступничества. Очищение мелких мыслей, которые есть у людей, в отношении Божественного. Против отступничества он не говорит в ответ фразу «Есть Бог!». Это неверно. Или он говорит «ЕНУ РУКИМ!». То, что говорит «Нет Бога, ВЕЗЕГУ МИШПА, ШЕЙНЕ НА НАХОН БОЛТАМИТА!». Это то, что я раньше сказала. А тот, кто говорит «Нет Бога», он не верен в той же самой степени. И так сказал царь Давид. «Тебе изначально молчание». Молчание изначально. Не изначально, а восхваление. То есть молчание является воспалением тебе. Тебя воспаляет молчание. Да, да. И в вопросе сущности Бога лучше всего молчание. А ШЕЛА АПСИСИТ АЛЕГА УНЕ ИГАДУТ, ИНЕ НО, ИМ ЕШЬ РУКИМ, О ЭН РУКИМ. Базовый вопрос, на который отвечает евдоизм, это не вопрос «Есть Бог или нет Бога?». Или ИМ ЕШЬ ИТГАЛУТ, О ЭН ИТГАЛУТ? А вопрос, может ли быть откровение или не может быть откровение? А конкретно, возможно ли пророчество? Берега ше Адам МАТХИЛЛАХШО, АЛЕЭЛОГО ГУЮЦЕР ТЕОЛОГИЯ. Когда человек начинает размышлять о Боге, он создает теологию. И в любой теологии есть некоторый параметр, соответствующий созданию идола. Другими словами, еврей не может сказать ничего по поводу Бога. Но он точно может сказать, что Бог говорит. «Встреча, переживание, пророчество» Это правильное отношение иудаизма к понятию Божественного. Интересно, получается, что если мне понадобилось давать кому-то определение, это значит, что в этот момент я не нахожусь в диалоге с ним. Когда я с ним разговариваю с человеком, я с ним просто разговариваю. А когда я даю определение, кто он, с кем ты разговариваешь, тогда он для меня уже не второе лицо, а третье. Это значит, я уже от него отвернулся и начинаю вспоминать. Это был человек, у него какие-то волосы и так далее. Получается, что тут просто два разных мышления. Либо мы с Богом разговариваем, он разговаривает с нами. Мы с ним в диалоге. Тогда нам нет необходимости его как-то определять, потому что мы с ним на связи находимся. А если же мы начинаем давать ему определение, теология, это значит, что мы с ним не разговариваем. И мы отвлеклись от диалога. И поэтому нам пришлось уже давать какие-то вот эти определения. Да, замечательно. Можно вопрос? Да, да. Да, я просто размышляю, сталкивался с такими практиками хасидизма, размышлять о величии творца, отменить самого себя перед творцом. Но получается, если мы это делаем и как-то о нем размышляем, здесь рандом как будто это не поощряет, что ли. Я правильно понимаю? Потому что не все могут согласиться на сто процентов. Я думаю. А во-вторых, не обязательно о нем размышлять. Битуляции, что предлагается в институте, не всякие возможности. Это размышление о нем конкретно, о его воле. То есть принижение своей воли, себя перед ним. Так, чтобы, так сказать, стать исключительно его инструментом. Насколько я понимаю, это позитивно. Возможно, там реально все, конечно, гораздо сложнее. Но, как бы, я думаю, на любой такой продукционный вопрос вам всегда скажут. Мы не говорим о его сущности. Мы говорим о его явлениях в мире и о всяких других качествах, которые, так сказать, появляются. Про сущность никто не говорит. Такой может быть ответ. Да, спасибо. Ну и этот битуль, да, сама практика, мне кажется, в любом случае это отмена перед «ты», а не отмена перед «он». Перед «он» как-то отмена уже невозможна. Да, он изначально кто-то более далекий, чем «ты». Да, замечательно, правда. Кстати говоря, насколько я знаю, и самого Рамбама, да, были после того, как он выпустил вот эти принципы веры, да, его упрекали в том, что он как раз дал определение, да, вот этой веры. Чего не было раньше, раньше что было. Вот Талмуд, да, рассуждает, как нужно действовать, как нам понять слова Всевышнего в данном месте времени, да, то есть мы не определяем, кто он, кто нам сказал. Вот он нам сказал, делай так-то, да, ситуация изменилась. Мы начинаем рассуждать, как остаться в диалоге с ним, да, как сделать то, что он хочет от нас, да, мы не определяем его. А вот эти как бы определения… Нет, они не… Ну, мне кажется, они не определяют Всевышнего, они дают какие-то вещи, которым как бы ты обязан верить, за это как бы за него напустились. Потому что вообще раньше мы не формулировали. Есть люди, которые в это верят, а в это не верят, не особенно нервничали по этому поводу, а теперь как бы это стало обязательным для всех. Если ты не веришь, ты в доход не сей, все, ты, значит, неправильный, неправильный верен, да. Просто таких понятий раньше не было. Это не… А я не думал, что у него усердили за то, что он пытался дать определение Богу. Нет, он не пытался как бы посмотреть эти все. Они же стали оспаривать одно за другим, там сокращать… Да. Ну, потому что они говорили ему, что для того, чтобы быть евреем и принимать на себя элдаизм, ты, собственно, не обязан верить в это и верить в это и верить в это. Достаточно тебе верить вот в это и все. То есть что-то нужно. То есть, на самом деле, он пытался, к примеру, может быть, христианских теологов, рамки какие-то поставить нашей вере, потому что она как бы действительно иногда бывает очень расплывчатой, может представляться расплывчатой. Возникает вопрос, тот, кто не верит в приход Мессия, да, или кто не верит, что Муши был… Другого такого пророка не было, только Муши. Ну, все сразу мы вычеркнем без елдаизма или нет. Это как бы, по-моему, было неприятие. Вообще идея о том, что нужно как бы создать некоторый список необходимых бед, необходимых для того, чтобы ты мог себя причислять к елдаизму. Ну, не менее, это как бы… Возражали – возражали, а часто… Тринадцать принципов. Ну, там же нет определения… Там есть, что он един, но в этом нет как бы новости. Это Тура говорит. Нет у него образа тела, нет у него тела, ты не можешь осознать его святости и так далее. Ну… Ну… Можно, коль, товар уже не брали, что он будет решить… Ну, все это… Как бы теоретически мы во все это верим, но можно как бы подвергнуть некоторым вопросам сомнениям. Ладно. Мне кажется, что можно об этом говорить, но это как бы не совсем наша тема. Наша тема как раз сосредоточена на том, что на самом деле нет противоречий между знанием Всевышнего и выбором человека. На самом деле это можно понять как-то приблизительно, я думаю, да. Ну, есть разные способы. Это такая интересная интеллектуальная игра, да, как придумать, как решить это противоречие. Мне кажется… Не решить даже, а как бы понять, что оно как бы не является противоречием. Когда ты смотришь по второму разу тот же самый фильм, да. Там у героев есть свобода выбора. Как бы… Иначе было бы неинтересно. Но ты уже знаешь, чем кончится. Это не мешает тебе иногда наслаждаться им во втором разу. И у тебя нет дозрения, что это все… Свободы выбора у человека не было. Иначе было бы неинтересно фильм смотреть. Ну, это мне так кажется. Это не то, что я описываю действительно то, что делаю силочно. Это… Попытка понять, что действительно противоречий нет. Сущностного. Между знанием и выбором. Да некоторые говорят, посмотри на прошлое. У тебя была свобода выбора тогда? Было. Да. А ты теперь знаешь, что это случилось? Знаю. Ну, так что отменяет твою свободу выбора в тот момент? Ну, есть разные как бы приемы, действительно. Ну да, это одно из объяснений. Да. Это не то же объяснение, по-моему. Даже не объяснение, а как бы попытка осознать, что действительно противоречий нет. Потому что эта аналогия, она не полная, безусловно. Она просто говорит, что даже в таких простых случаях, не в случае знания Бога, который нам вообще не постичь. Но в тех вещах, которые даже там достижимы, мы можем себе представить, что там бывает. Так, это в виде дополнения. Пойдем дальше? Да, тогда я прочитаю следующий отрывок. Все предрешено, и свобода выбора дана. Первый мудрец в Израиле, который говорил о вопросе знания и выбора, был рабе Акиван. В Перке Авод он говорит, а коль цафуй, а коль цафуй, все предрешено, и свобода выбора дана. А коль цафуй, да, все предрешено, означает, что Всевышний знает все изначально. А вот эта решутная туна означает, что выбор дан в руки человека. Раби Акива, по сути, не решил проблему, но поставил перед нами два положения. Дали хаше абхира хувшит и эмет, а решутная туна. Знай, что свободный выбор – это истина. То есть решутная туна, да, свобода дана. Ведали хаше хаедяга элукит и эмет. И знай, что божественное знание – это истина. А коль цафуй, все предрешено. Вместо того, чтобы пытаться дать философское объяснение, решение проблемы. Раби Акива Массар Лану Маскана. Раби Акива передал нам вывод. То есть не стал решать, а просто поставил нас перед двумя вот этими взаимоопровергающими положениями. Все предрешено. Так, как бы взаимоопровергаешься. Да. Это напоминает немного спор физиков о том, является ли свет электромагнитной волной или же частицами. И вывод этого спора был в том, что свет и то и другое. У человека нет возможности представить себе это понимание ментально. И все-таки это истинное. Потому что существуют два способа, которыми можно измерить свет. То есть когда его начинают опытно измерять, определять как частица, получается, что он частица, поток частиц. Или когда его начинают, то есть у него есть все свойства одного и все свойства другого. И то и другое верно. Это физик по отношению к свету. И также можно сказать относительно вопроса знания и выбора. Есть у нас интеллектуальное ясное знание, что Бог, конечно же, знает все. И есть у нас опытное ощутимое знание, что человек обладает свободой выбора. И от нас требуется принять два этих положения вместе. Смысл божественного знания для нас определяется отрицательно. Так что ничто не скрыто от Гошем. Улам хаофен шебо коль хадавар галуим ли фанэйну низгав мебинатэйну. Улам хаофен шебо адварим галуим. Однако... Как именно все вещи для него открыты, для нас это достижение. Понятно. То, что нет от него ничего скрытого, мы это понимаем как-то приблизительно. Но каким образом он это знает, для нас это непостижимо. Потому что мы можем только сравнивать как-то своим знанием с тем, как мы знаем что-то. А это неверно. Его знание находится в совершенно другой области. Продолжим мы или хотим остановиться на этом? Не знаю. Может будут какие-то вопросы? У меня несколько вопросов, сколько я размышляю над тем, что раньше тоже слышал. Был же такой тезис, что Всевышний сделал своего рода самцунг самого себя. Скрыл от себя это знание того, что произойдет. И таким образом свобода выбора от человека и реализуется. То есть мы задаемся вопросом, знает ли Всевышний, что я сделаю. Как бы да, он может это знать, но он решил как бы от себя это знание скрыть. Ты знаешь, я никогда реально это не слышала. Может быть такое и есть, но я про это. Цинцум всегда понималась по-другому. Может быть кто-то таким образом понимает Цинцум. Но я действительно не слышала такого понимания. Я перепроверю. А? Я перепроверю. Может что-то не так. Да, но какой из этого вывод как бы? Ну, мы из этого понимаем, каким образом реализуется свобода выбора. Как я понимаю. Нет, это я понимаю. Это, по-моему, не решает. Программ все равно где-то знает. Если где-то в компьютере записано, даже если у меня сейчас доступ закрыт, к этому файлу. Поскольку это где-то записано, то все равно я не свободен. Я просто не чувствую, как это решает проблему. То есть он дал какую-то ограниченную свободу выбора. То есть вот этот Цинцум – это пространство, в котором возможна любая свобода. И он, допустим, не знает, что происходит внутри. Но там может внутри происходить все, что угодно, но оно не выйдет за границы вот этого Цинцума, где он положил границу. Как в пространстве, так и во времени. Допустим, есть какая-то граница, и мы можем делать все, что захочем. Но потом это все закончится тем, что изначально он захотел. К чему изначально он хотел нас привести. И он задал программу, что все придет в эту точку. А как оно придет? Оно может идти как угодно. То есть есть какая-то задача, что все должно в итоге привести в точку Б. Ну, может быть. Да. Я поняла. То есть это когда ты съезжаешь с горы, ты можешь съезжать разными маршрутами, но ты всегда приедешь вниз к подъемнику. Да, при этом все возможности, что будет там происходить, все это огромное пространство вариантов, что там может происходить. Он все это знает, он все предусмотрел. Но не может того, что, допустим, в горе откроется яма, и ты куда-то улетишь и к равнине не приедешь. Потому что он такой возможности не дал. Но все, что может происходить на горе, куда-то человек ударится, потом встанет, снова поедет. Вот это все предусмотрено. Да, конечно, мне нравится объяснение Нехама, что вот есть компьютер, где все записано, просто не включают этот компьютер, чтобы посмотреть. Нет, это как раз то, что вы говорили. Я так не объясняла. Я как раз то, что сейчас сказала ты, мне кажется, более как бы… Мы же все это рассмотрим на уровне наших. Мы принимаем то, что Рамбам говорит, что мы это постичь не можем, что это нам говорит. Как бы я в тот момент, что я еду, я так сказать представляю, что мы в диалоге с Богом, он мне позволяет ехать направо-налево. Он знает, там все просчитано, варианты, куда я поеду. Но в моей воле сдвинуться направо-налево, и в конечном итоге я приеду, куда… Есть какие-то узловые точки, возможно, через которые мы проходим, я когда-то слышу. Это как раз то, что где-то записано, а он туда не смотрит, это мне как бы вообще ничего не дает. Там не разница, смотрит он туда или нет. Он делает вид передо мной, что он не знает, что со мной случится. Это как бы… Понимаете, да, Тимофей? Да. Это мне как бы… Ну и что? Это все равно то же самое, что Рамбам говорит. В общем, я не понимаю, что значит его знание. А вот ты сказал Андрей об этом объяснении, то есть другое объяснение, может быть, того же самого определения про ЦИМЦУ, оно как раз более жизненное, я бы сказала. Вот человек идет и думает, куда будем свернуть. Вот сейчас я одену красотки и побегу, или придамся дальнейшему философскому размышлению. Это мой выбор. А может быть, я не знаю, чем кончится. Один вариант, чем другой. Может, это гуляет как-то на мою жизнь, может, не гуляет. Ну, понимаете, что я хочу сказать, да? Мне кажется, вот этот пример, да, Тимофея с горкой, да, ледяной там или снежной… Это я уже… А, это ты сказала, да, про горку? Да. Это я про горку. Это как бы заранее неизвестно. Но все это приводит… Все просчитано заранее, какие варианты есть, и оно все приведет к нужной услуге. Да, то есть вот именно, что меня посадили на какую-то сидушку, да, которая скользит, и все. Я по-любому доеду. То есть я не могу с нее слезть, я могу как-то управлять. Допустим, у нее есть руль, у нее есть… Там можно ехать быстрее, медленно, да. Но вот тот факт, да, что она катится вниз и докатится, да, вот этого подножья горы, вот. Его отменить нельзя, да. Можно там только положение на горе, скорость как-то изменять. Да, встретишь то, встретишь это. Может быть, что ты сделаешь позитивное, может быть, ты там рекорд поставишь. Не важно, но это понятно, что ты как бы… У тебя есть какие-то функции, ты можешь их исполнить, не исполнить, но в конечном итоге все придет. У меня еще был такой образ, да, вот если представить себе платформу, которая стоит на одной опоре в центре, на ней стоят там все миллиардов человек. Так, что она не стоит равномерно, да, и у каждого есть свобода выбора. То есть там один человек делает в сторону центра, это значит, платформа накреняется. Но в тот момент у другого человека забирается свобода выбора, да. То есть там ему позвонил телефон, там, или там что-то там громко ударило его, отвлекло от чего-то, и он там не ударился на какую-то ветку, да. И он делает навстречу, да, шаг. И таким образом у каждого есть там свобода выбора в какой-то момент, но не всегда. То есть он делает шаг, вот, и так складывается такая вся система для того, чтобы вся эта платформа не накренилась, да. Потому что все остальные, они делают тоже в итоге какие-то шаги, да. Но при этом каждый там делает то, что хочет, каких-то рамп. Да, ведь на самом деле у меня не всегда есть свобода выбора. Если человек, например, ходит на работу и встает он в 7 утра по будильнику, да. Он же не делает каждое утро выбор вставать в 7 утра. Вот, но при этом иногда у него может не зазвонить будильник, да. Почему-то это нужно там для общей системы. Да, да, да. Это нет, конечно, вопрос свободы выбора вообще он очень непростой, в принципе. Нам только важно, что он в принципе есть. А насколько, и где, и у кого, и как, это вообще действительно неправильно. Человек оказался в какой-то ситуации жизненной. Воспитание, образование, месторождение, миллион факторов влияют на формирование его личности. Где здесь вообще его свобода? Можно было подумать, что это вообще полностью определяет его идеологию, его поведение. Это тоже не так. Хотя они влияют, нельзя сказать, что они не влияют. Это вот как бы, тут есть его характер изначально. Тем не менее, в той вот ограниченной ситуации, в которую он попал, ты можешь выбрать все-таки добро или зло. Ты отвечаешь за то, что ты делаешь. Да, у каждого есть выбор, да, но он все-таки довольно-таки ограничен, да. Он ограничен той ситуацией, в которую ты попал? Да. Хотя, на самом деле, у человека, в принципе, очень много есть вариантов, у всех, я думаю. То есть мы обычно, честно говоря, всегда идем по некоторой проторенной гилее. Как раз на инох это не особенно касается, потому что они как-то выбрали что-то такое, свернуть на какой-то путь совершенно неочевидный. Но большинство людей, они как бы живут в той парадигме, в которой родились, верят в ту веру, которые им там научили, поступают, ведут себя в соответствии с ожиданием окружающего общества, скажем так. Более-менее. Это какая-то колея, да, иногда. А при этом оказывается, что можно все вдруг изменить там. Пойти учиться совершенно необычным вещам, уехать куда-то там в дальние страны, заняться какими-то необычными вещами. Есть люди, которые это делают. Но это не очень часто. Понимаешь, что я хочу сказать, да? Да, да, конечно. Но это как раз то, что мы до этого учили, да, что есть вот эта астрология, генетика, там, какое-то финансовое положение, да, которое определяет вот какой-то путь, которым человек идет. Теоретически у него есть какой-то ряд шагов, да, чтобы переехать вообще там в другую страну, да, что там из деревни какой-то глухой, да, что там несколько поколений там его предков по имени такого. Да, у меня есть такие знакомые, кстати, в сети, я лично не встречала. Но действительно из глухой деревни, где они там жили в какой-то ужасной совершенно ситуации. Человек пробился в Петербурге, там учился математике и потом уехал из этой страны вообще и живет в Америке много лет. Это совершенно нетривиальная такая судьба. Бывает, но это очень редко. Обычно он как бы остается в этой деревне, успевается и все дела. Но может даже не успевается, а нормальным трактористом работает, тащит в дом зарплату, все хорошо с ним. Но вовсе он не пишет учебники по математике в Америках, не работает в программистике. Ну, или там, ну, неважно, я не буду прививать примеры. Ну, всем понятно, о чем эти речи. Потому что некоторые просто действительно выбирают между там учиться играть на скрипке или учиться играть на фортепиано. Или там пойти в инженерный пус или в медицинский. Знаешь, такой анекдот был про евреев. Как узнать, что мальчик, который в 70-е годы, который спускается по кратку самолета в новый репетриан, что он пианист? Как? Если у него нет скрипки в руках. А ведь вообще существовали какие-то совершенно другие варианты и пути. Но мы никогда не всегда их видим, ощущаем рядом с нами. Иногда нам жизнь подбрасывает прямо. А я думаю, зачем мне это нет? И очень иногда зря, может быть, не стоило. Ну, это так, это общее рассуждение. Тогда давайте на это постановимся. Это интересный был разговор. И всегда об этом смешлять. Я много об этом думаю. Какие бы возможности мы не реализовали в себе. Или что мы не выбрали. Дай Бог, еще все реализуем. Ну да, вот я записалась на археологию сейчас. О, здорово. Да, пока меня еще не приняли. Так что еще пока нет. Ну, вы же уже практикующий археолог все равно, что вы ездите. А, ну я езжу, да, в Раскопке. Мне это нравится, поэтому я решила получить больше образования в этом отношении. Я, между прочим, об этом долго размышляла. Несколько лет. Но все время было то одно, то другое, что мешало. Ну, ладно. Играть на фортепиано. Но родителям не было возможности ее купить. И училась играть. Маля, она говорит. На кардионе. На кардионе. Ну, тоже хорошо. А ты сейчас... На фортепиано играть. А ты умеешь сейчас на кардионе играть или уже забыла? Нет, конечно. Уже нет. А у нас один сын, мы его не учили тоже. Он решил сам научиться играть на скрипке. И даже немножко научился. Ну, по-моему, сейчас он уже тоже не играет. Ну, тоже вот как бы... Вот он хотел еще чего-то такого неожиданного. А это как раз о чем писал Маркс. Да, что экономическое положение, оно как-то ограничивает выбор. Вот. Но, наверное, потому что это было в обществе построено по марксистским принципам. Если бы оно было по другим принципам, по принципам Тора построено, когда-то там, было бы всем ясно, что играть на фортепиане – это возможно. Наверное. Да. Ну, хорошо. По-моему, было очень интересно. Всем спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. Не знаю, смогу ли я в следующий раз, но постараюсь прибыть. До свидания. Хорошо. Тогда следите за рекламой и приходите к нам с нами.